Всем привет, ребята! И да, я ужасный блогер, потому что я очень давно не снимала видео, но те, кто следует за мной на инстаграме, знают, наверное, что ко мне прилетала моя мама, и мне всё моё свободное время, конечно же, хотелось посвятить именно общению с ней, и ни на что другое, я просто не обращала внимания. Но сейчас у меня вновь появилась возможность снимать видео, и я с большим, при великим удовольствии это делаю. Я расскажу вам о тех вещах, которые выручают меня этим летом, из которых я практически не вылазил, и мало того, они как-то комбинируются отлично между собой, также они дополняют все остальные вещи из моего гардероба, и реально являются просто моими фаворитами, наверное, не только на лето, но и на все сезоны, и я их просто обожаю. И начну я, пожалуй, с ножек, и мой первый фаворит, мой первый must-have, это вот такие самые обыкновенные белые кеды от Lacoste, они подходят и к джинсам, и к шортам, у меня куча другой обуви, но каждый раз, когда я собираюсь куда-то выходить, рука у меня автоматически тянется именно к этим кедам. Они просто офигенски выглядят на ножки, белый цвет, он вообще универсальный, и я их очень-очень сильно люблю, и в принципе это заметно, потому что они уже такие побитые, поношенные. Мой следующий must-have на лето, но уже в такую более прохладную погоду, это вот такие джинсы от Бершки с завышенной талией, у них такой немного потертый, поношенный вид, и как я их ношу раньше, я просто ненавидела, когда кто-то подворачивал джинсы, и я всегда думала, боже, зачем девушка подвернула джинсы, ведь это визуально укорачивает ногу. Но теперь я тоже попала в эту секту, мне безумно нравится, как выглядит ножка, если чуть-чуть подвернуть штанину, как-то сразу подчеркивается щиколотка, и вся сама нога смотрится более как-то аккуратно. Мой следующий must-have это вот такие вот шорты с завышенной талией от River Island, или Aisle, не знаю, короче, как называется правильно, и больше всего мне в них нравится, это вот такой вот цвет, цвет джинс, наверное, тех первых джинс, которые носили наши мамы в Советском Союзе. И еще мне очень нравится, как к этим шортам подходит вот этот коричневый плетеный ремешок. Эти шорты в сочетании с этим ремешком просто дают такой вид а-ля Калифорнии, мне очень сильно нравится. И, конечно же, они подходят под практически все вещи в моем гардеробе, под любую футболку, майку, отлично подчеркивают талию, и я думаю, любая девушка должна иметь в своем гардеробе какую-то подобную вещь. Я обожаю просто вот эту маечку, да, она синтетическая, и в ней достаточно жарко, но у нее отличный, классный, модный принт, вот этот цветочный, он сейчас на пике популярности, и у нее достаточно такой большой вырез, который очень подчеркивает грудь, но еще она очень-очень сильно стрейч, и все формы, все, что надо, идеально подчеркнуты в ней, она тоже подо все подходит, и несмотря на то, что она достаточно темная сама по себе, за счет вот этих цветочков, любой наряд с ней становится свежий, какой-то веселый и летний. Если говорить о моих мастхевах, и вообще о моем базовом гардеробе, то у меня есть куча всяких разных маек, и одной из моих любимых является вот такая вот маечка от H&M, в цвете хаки, такой насыщенный темный цвет, и в принципе это самая обыкновенная майка, но я еще раз повторюсь, что она все, что нужно подчеркивает, поэтому я ее обожаю, она хлопчатогумажная, она стрейчевая, лето в ней не жарко, и я чувствую себя в ней просто великолепно. И мой следующий любимчик, это вот такое вот кимоно из New Look, и да, это кимоно, а не книг, как я говорила в прошлом видео, и я просто обожаю эту вещь, потому что, во-первых, она достаточно модная, в ней есть цветочный принт, и вот такая вот бахрома, надеюсь, вам видно, и мало того, если я сомневаюсь в погоде, то я могу ее накинуть, и я уверена, что мне не будет ни холодно, ни жарко, и к тому же, любую вещь какую-то такую скучную, или ту вещь, которая уже как-то замозолила мне глаза, это кимоно отлично освежает, и весь образ получается таким свежим, летним, и я просто чувствую себя на все 100%. Ребята, и последний мой мастхэв из одежды, это такая вот рубашечка серая, самая обыкновенная от Dolce & Gabbana, я ее тоже просто обожаю, эта рубашка настолько универсальная, что я даже не смогу, наверное, перечислить, как я ее ношу, она хлопчатобумажная, кожа в ней дышит, я не знаю даже, как мне описать, как я ее люблю, и это действительно мой мастхэв, который я, наверное, никогда никуда не дену, я буду ее носить, я думаю, еще, наверное, лет 100, я надеюсь, она мне в 100 лет будет служить верой и правдой. Также у меня есть мастхэв из бижутерии и украшений, чаще всего я одеваю вот такое вот колье, и оно подходит подо все, это такие искусственные камушки в золотом каком-то обрамлении, и подходит оно действительно подо все, даже, мне кажется, под эту маечку, и реально чаще всего, если я решаюсь одеть бижутерию, я одеваю именно вот это колье, и я думаю, если вы соберетесь купить что-то подобное, то выбирайте такую вещь, которая не будет очень блестючей, очень сильно бросаться в глаза, например, сейчас очень много таких колье, которые усыпаны стразами, нет, такие колье, конечно, не на каждый день, и подходят они не подо все, а вот это, мне кажется, достаточно неброский, универсальный вариант, и тоже очень сильно люблю. Также у меня есть такая маленькая милипусечка, которую я ношу тоже постоянно, она реально универсальная, это браслетик от Номинейшн, я собираю эту коллекцию, я обожаю Номинейшн, мне он нравится гораздо больше Пандоры, я не хочу никого обидеть, это просто мое мнение. Номинейшн, я считаю, он может быть одет и с деловым костюмом, и с каким-то летним, легким, и с платьем, и с брюками, совсем-совсем-совсем, он как-то делает ручку, вот это запястье очень аккуратно, и я тоже очень люблю это украшение, и это тоже мой мастхэв, не только на лето, на все сезоны, обожаю, и буду собирать эту коллекцию дальше. Ребята, ну вот, и все мои мастхэвы на лето, это та одежда, которая отлично комбинируется со всем, отлично перекликается со всеми вещами из моего гардероба, и также между собой все эти вещи отлично как-то сочетаются, я их обожаю, и буду носить, наверное, еще миллион лет, и мне плевать, даже если они выйдут из моды. И, конечно, я постараюсь исправиться и снимать видео почаще, если они вам нравятся, и завтра я буду пробовать снимать свой первый влог, потому что завтра я встречаюсь с одной очень красивой и интересной девушкой с нашего ютуба, я думаю, вы все ее знаете, и постараюсь вам заснять как можно больше, чтобы видео получилось информативным, интересным и веселым, буду пробовать теперь снимать влоги, поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо вам за комментарии, я вас очень сильно люблю, всем пока, и помните, вы лучшие, вы должны это знать.